Добрый день! Меня зовут Екатерина Нюрко. Сегодня мы с вами будем работать в такой необычной, может быть, для некоторых трафаретной графике. Но я думаю, что она придется вам по вкусу, и в дальнейшем вы будете использовать ее в своем творчестве. Ну что, а мы начинаем наш мастер-класс? Итак, сегодня мы с вами будем делать работу в технике трафаретная графика. Вот такая работа у нас с вами получится должна. Но вы можете использовать любую свою фотографию. Для этого можно использовать, например, черно-белый фильтр в любом графическом редакторе, чтобы у нас получилась... Вот у меня была такая черно-белая фотография. Вот. И от Rehaven. Я здесь вырезала, сделала более темный, более сильный контраст черного и белого. И получилась вот такая вот некая схема, по которой я вырезала трафарет для будущей нашей вот такой вот работы. Вот здесь вот представлены еще, например, Че Гевара. Вот, если вы видите, вот тоже трафарет был использован. Его просто потом можно использовать несколько раз, не один. И губкой так прижимая, с помощью губки и туша, мы можем сделать не одно такое изображение. То есть можем брать разные цвета фона и тушь. Но сегодня наша задача состоит вот из такой работы. И когда вы сделаете, например, для себя вот такой черно-белый... Если это какая-то знаменитость, то, в принципе, вот такой черно-белый трафарет можно найти в интернете готовый. Когда мы с вами сделали черно-белый, можно его распечатать и определить для себя, какие места у вас будут черного цвета, а что у вас останется белым. То есть то, что мы приложили, вот этот трафаретик, он у нас будет оставаться белым. А все вокруг заполнится черной краской. И поэтому получится вот такой вот очень интересный портрет. Ну что, мы с вами начинаем. Берем губку, вмакиваем в тушь. Очень жидкую не берите. Можно использовать даже не тушь. Вот у меня здесь кахеноровская черная тушь. Можно использовать черную, например, булажь или акварин. Ну, что есть, да, под рукой. И начинаем вот таким способом заполнять. Проблемы. Теперь трафарет мы можем аккуратненько снять. Вот он у нас. Он подсохнет, когда мы можем его использовать еще не один раз. Несколько раз нужно его еще будет использовать. Ну, вот такая работа у нас получилась. У губы можно докрасить черной краской. Можно губка, можно использовать кисть. Кому как удобно. Если появились какие-то неточности или неровности, можно взять гелевую ручку или черный маркер. Или минер, что у нас тут будет под рукой. Так. И... Ну, вот таким образом получилась такая замечательная работа. Если какие-то у нас тут будут вот именно неровности, да, то есть их можно дорисовать. Линию сделать более ровной, более гладкими переходами. Но если вы будете использовать, например, более густую краску, а не тушь, или немножечко поменьше, но у меня просто много набрано было, то вы сможете вот этих вот моментов избежать. Если же все-таки немножечко тушь где-то растеклась, то можно маркером или гелевой ручкой какие-то острые углы немножечко укладить. Ну, вот такая работа получилась у меня. Надеюсь, что у вас тоже получится. Замечательные работы. Присылайте их. Можете присылать в комментариях. И всем отличного настроения. И желаю вам успехов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok